приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала магии успеха старо и самопознания с вами наталья и давайте сегодня раскроем тему его решение по поводу вас и ваших отношений готов ли человек дальше продолжать с вами общаться встречаться либо уже все запал как говорится пропал давайте посмотрим каких энергиях находитесь вы в каких энергиях находится загаданный человек что между вами с точки зрения высших сил и посмотрим его конкретное решение на сегодняшний день что он решил постановил вердикт какой вынесла давайте посмотрим и так в каких энергиях девочки находитесь вы каких энергиях находитесь в загорелись чем-то девочки ой как загорелись и тут же расстроились смотрите сегодняшнем дне мне карта показывает что у вас внутри есть такое еле-еле горячий огонек который хотел бы разгореться как говорится во всю мощь но ваше подавленное состояние она к сожалению не дает прорываться вот этому огню прорываться чему-то новому потому что у вас предостаточно каких-то внутренних переживаний страхов неуверенности в завтрашнем дне что-то вас очень беспокоит и тревожит это может касаться вообще в целом вашей активности жизненной активности может быть девочки вы здесь немножечко приболели да как-то такое недомогание не очень хорошо себя чувствуете допустим да какое-то состояние честно говоря состояние нестояние почему то так хочется сказать может быть вам сон приснился да и этот сон до до сих пор у вас там где-то еще разгоняет его вашу энергию но не совсем правда это разгоняется а наоборот замедляет все ваши жизненные процессы ну либо здесь вы очень сильно переживаете по поводу того что все таки с мужчиной были прерваны взаимоотношения и восстановлению это не подлежит а вам хотелось бы вы прям очень сильно переживаете действительно будет ли примирение или нет плачете здесь не показывает вот вы себе не позволяете девочки чему-то реально войти новому в вашу жизнь прям очень сильно блокируете прям круто блокируете из этого состояния конечно нужно выходить давайте посмотрим каких энергиях находится загадан человек каких энергиях он стабилен здесь мужчина стабилен сам вышел ох еще и император но человек себя чувствует очень уверенно прям мега уверенно нам и он держит путь однозначно здесь он мог оттолкнуться от одного берега и направиться к другому то есть у человека сейчас реально путь движение может быть реально человек в поездки где-то прям вот находится я не знаю если он допустим пример у вас дальнобойщик ли он в командировках да он чем-то занимается стабильным это сто процентов и возможно те пути дороги которые у него есть сегодняшнем дне они должны быть для него чтобы укрепить его вообще империю в целом да и его жизненный уклад его пространство сегодня может быть еще другие люди мужского пола имеется ввиду да то есть он возможно сегодня не один с напарником и они реально что-то могут решать и причем решает что-то глобальное масштабное возможно даже начать бизнес пытается все просчитать рассчитать и просматривать даже возможные перспективы что может принести им это дело больше энергия такая деловая честно говоря у человека и это тот путь допустим который он для себя выбирать сегодняшнем не да это может укрепить его положение не только там где он находится но еще плюс в обществе вот как это вот так девочки идет да и это что-то глобальное и в процессе этого пути и здесь могут вскрываться еще какие-то способности а я оказывается это умею я то умею то есть у человека сегодня даже может быть некое такое открытие почему говорю потому что на дне колода был по шпинтакли да то есть какие-то открытие человек для себя может сегодняшний день открывать смотрите какая разница да человек в действии человек в движении человек в развитии своего будущего а вы девочки это блокируете у себя все то есть тут уже надо задуматься да понятно что мы девчонки это все прям слишком все принимаем близко к сердцу все вот эти вот вздрязги между партнерами расставание колкости и так далее да мужчины так все равно не заморачиваются но не все правда мужчины так не заморачиваются но этот человек точно он сконцентрирован на себе давайте так что между вами с точки зрения высших сил что между вами что происходит а здесь происходит обнуление обнуление вообще полностью ваши взаимоотношения от чего уходите от чего уходите от и категоричности от ревности от несогласия от накала какого-то от резких слов ну и так далее да то есть конфликта другими словами к чему идете по мнению высших сил к чему идете обнуляйтесь к чему идете чему вы идете вот здесь больше идет все таки информация со стороны мужчины в первую очередь здесь мужчина дает старт на сейчас скажу на взятие на себя некой такой ответственности и начать вообще управлять всем тем что происходит в первую очередь для него вы тоже через какой-то период времени можете к этому состоянию прийти то есть я ответственно за свою жизнь и я начинаю движение исключительно для себя то есть смотрите здесь каждый из вас реально будет начинать кто-то начинать а кто-то уже в процессе до выстраивать свою жизнь как-то иначе по-другому вам девочки нужно прям словно поторопиться да и взять вот эти все энергии мага то есть подключить для себя все эти четыре стихии то есть я действую я вернее я размышляю я подключаюсь эмоционально чувствую что да действительно то что я задумала это моё опираюсь на то что уже имею в сегодняшнем дне возможно опять опыт навыки финансовой составляющей и конкретно начинаю действовать вот такой пошаговый такой серпантин да ну не серпантин а будем говорить путь хорошо путь будет путь мужчина уже в этом процессе он уже там а вам еще необходимо все-таки угомонить свои вот эти вот внутренние предубеждения какие-то да надуманности много беспочвенных кстати и все-таки попробовать этого человека догнать но не прям его догнать а выйти хотя бы с ним на один энергетический уровень потому что девочки здесь мужчина сильный вы в сегодняшнем дне очень слабая мужчины как правило будут чуть ли не на нюх идти к той женщине которая очень сильная понимаете тогда когда вы вялая когда там внутренне неуверенно в себе мужчина вряд ли к вам потянется понимаете как потому что мужчине всегда нужна вот это очень мощная вкусная женская энергия а вы находитесь в тройке и девятки мечей миссии рыцарь мечей с вашей стороны лег кто как конечно тут надо девочки над собой поработать прям хватайтесь за любой шанс который к вам сейчас идет в пространство кстати жезла это реально какие-то творческие процессы могут вас взбудоражить и все-таки вернуть вас в нормальное состояние прям девочки не растягивайте резину и а начинайте активничать итак посмотрим какое же решение принял в отношении вас и загаданных человек как решение принял какое решение он принял неоднозначные арканы честно говоря вы шлем вот с одной стороны ему с вами очень хорошо у вас есть чувство но только видите здесь я так примерно предполагаю здесь вообще мужчина чувствует себя виноватым перед вами очень сильно хотя императору по сути это и не свойственно чувствовать за собой вину но он тоже человек император кстати они не совсем такие сухари все-таки рядом вышел король пентакли земная энергия смягчается да и вот если бы рядом вышел король мечей то тут никакой вине вообще не идет речи а здесь такое ощущение что он реально чувствует за собой какую-то вину перед вами ну не мудрено если вы находитесь в стройке мечей то есть здесь человек вас действительно мог как-то обмануть да если конечно вот эта энергия и вы прям очень сильно переживаете конкретно из-за этого человека у вас же могут быть еще какие-то другие нерешенные проблемы вопросы задачи которые вас тоже беспокоят у вас же не заключается жизнь полностью на на мужчине вот не замыкается же поэтому тут такой момент но все-таки все-таки мы же смотрим на его решение ему бы хотелось в любом случае с вами помириться ему надо с вами помириться и вот и хорошо давайте тогда скажу спросим почему он чувствует за собой все таки вину что это такое почему он чувствует за собой вину что это такое что и 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 У вас есть чувственная связка. Вы душой друг к другу реально могли прикипеть. И длительный период времени человек чувствовал от вас тепло, заботу, опеку. Но он вас очень сильно разочаровал, скорее всего, тем, что не смог вам всё-таки дать то, что вы ожидали или о чём вы с ним договаривались. И причём вот это ожидание, оно идёт уже очень-очень долгий период времени. Ему как-то совестно, понимаете? Ему совестно. За то, что он не смог в своё время, давайте так более конкретизирую, за то, что он не смог в своё время всё-таки, девочки, показать, насколько вы ему дороги. Не сумел, не смог. А что у тебя на самом деле тогда? А что у тебя на самом деле… Давайте тогда так спросим. Его истинное отношение к вам. Тогда его истинное отношение к вам на «здесь и сейчас». Его истинное отношение к вам на «здесь и сейчас». Он понимает, что вы очень разочарованы. В нём его истинное отношение к вам сейчас. Он понимает ваше... Вот, смотрите, здесь человек, конечно же, может пребывать на самом деле в каком-то заблуждении по поводу вас. Если, девочки, вы от него отдалились, а, скорее всего, здесь вы, так сказать, закрылись от этого человека, то у него такое внутреннее состояние, что вы шутите. Никуда вы не ушли, никуда вы не закрылись. У него ещё будут возможности, у него будут ещё варианты с вами продолжить отношения. Понимаете, он разбирается. Но у него такие очень сильные сомнения, что, а вдруг вы и правда всё больше с ним не будете взаимодействовать. И по этому поводу, девочки, у него есть... Ну, давайте так скажу. Всё-таки некое разочарование. Я не могу сказать... Ну, хотя... Ему без вас реально, может быть, как-то одиноко. Может быть, но по большей части ему и с самим собой-то, в принципе, нормально. Его истина. Вот он всё равно видит вас, человека, таким мудрым, созидательным. Но... Человека, кстати, с характером, на секундочку. Но он почему-то считает, девочки, что вы с ним всё-таки не честны, не откровенны. Либо он вот прям в таком тотальном заблуждении, что у него ещё с вами может всё быть. А что бы он реально хотел с вами? Как-то интересно, расклад пошёл. А что бы он реально хотел с вами? Он сам не знает, чего бы он хотел. Говорит, я чего-то хочу, но я не знаю, чего я хочу. Вот смотрите, здесь его... Он... Интересно, вы... Тут тоже вышло, да? Ему хотелось бы, чтобы вы всё-таки... Очень длительный период... Очень длительный период были всё-таки от него зависимы. Почему? Потому что он от вас сам в зависимости. Он не может вас отпустить, вот так, знаете, легко и непринуждённо. Здесь человек постоянно всё-таки, девочки, вами манипулирует. Как ни крути. С его стороны выходит много таких карт, которые мне показывают, что здесь ещё тот лавелас. Потому что король кубков, он мне показывает всё-таки тоже по решению к вам короля кубков, да? Это мужчины, которые всегда яркие, и они не обделены женским вниманием. Поэтому вот у него отношение к вам, знаете, с одной стороны, как-то он от вас всё равно отстраняется, но ему так потом стрёмно становится, когда вот это вот отдаление, оно растягивается по времени. То есть, смотрите, человек реально может сам первый заварить кашу, отстраниться, допустим, к примеру, от вас. Вы подхватываете, как говорится, его идею, начинаете тоже особо с ним на контакт не идти. Из-за этого ещё больше по времени вы не общаетесь, и от этого человеку становится плохо. А потом он думает, как же мне загладить свою вину. С этой женщиной, в принципе, удобно. Давайте так скажу, с вами удобно. Четвёрка жезла первого вышла, это карта прям такого хорошего комфорта, где особо не выедает мозг ложечкой, имеется в виду женщина. Никаких претензий тебе. Всегда с улыбкой, с распростёртыми объятьями. Пришёл и хорошо, и слава богу. Вот, может быть, конечно, у вас по-другому отношения складывались, но здесь примерно идёт такая концепция. Поэтому здесь человек, конечно, вам очень, девочки, так вот крутит, вертит, крутит, вертит. Почему он так делает? Но, скорее всего, потому что, ещё раз повторюсь, он сам не знает, что ему надо, кто ему нужен, для чего ему нужны, допустим, вы, для чего ему, допустим, нужны, там, ещё какие-то другие его жизненные процессы. Он от вас зависит. И вот от вас отстраниться полностью у него не получается. Тогда, когда вы слишком долго не общаетесь, этого человека начинает выворачивать наизнанку. Он сдерживает себя. Некоторые мужчины могут тайком, как говорится, употреблять горячительные напитки, заливать своё горе. А чтобы, допустим, всё-таки с вами поговорить на чистоту, откровенно. Тут человек не будет. Вряд ли. Он не умеет, девочки. Здесь человек откровенничать не умеет. Он не знает, как это. Но у него всё равно есть внутренние опасения, что на данном этапе вашего расставания это может быть реально, как говорится, конец. И он не видит, на самом деле, выхода из этой ситуации. Он бы хотел для себя, знаете, в голове своей прокрутить какую-то махинацию касательно вас, да, чтобы вы всё-таки обернулись сама, первая, как говорится, да, и всё ему простили, как будто ничего и не было. Всё стёрли. Понимаете, как? А у вас ведь действительно сейчас идёт процесс вот этого обнуления. Вы действительно можете всё стереть. Вы можете это всё стереть. Но ещё раз повторюсь, вам очень важно сейчас войти самой вот в энергию мага. То есть человека, который очень чётко понимает, с кем он имеет дело. И маг, как правило, будет стараться всё совершать в своей жизни и в отношениях исключительно для себя. То есть здесь уже никто ни под кого не подстраивается. Исключительно для себя. По его мнению, заключительный момент, по его мнению, будет ли человек с вами всё-таки продолжать общение? Есть ли у него таковое желание? Будет ли всё-таки идти на примирение? Подытожим, да? Насколько сильно это желание у него с вами перемирится. Но, девочки, опять-таки, да? Может быть, у вас этого желания уже и нет давным-давно, да? Планируют. Планируют, девочки. Но это будет, скорее всего, не так-то уж и скоро. Потому что здесь идёт орган трансформации. Здесь должно что-то поменяться однозначно. Я вам уже изначально сказала выше, да? Что вам необходимо поменять свою энергию. Возможно, человек тогда поменяется сам. Вы поменяетесь, он поменяется. Ну, а дальше в раскладах будем смотреть, к чему придёте. Что вас там дальше будет впереди ожидать. Ему хотелось бы, девочки, с вами примириться. Но это нужно же меняться. Будет ли он меняться? Видите, здесь всё-таки ещё урок. У вас кармические могут быть прям роковые отношения. Это непростая такая штука. Честно говоря, это не один путь соли съесть, как говорится, надо, чтобы всё осознать, понять, проработать. Может быть, вы в этих отношениях уже очень длительный период, годами, как говорится, в этом находитесь. Значит, для каждого свой период, чтобы что-то для себя как бы подсветить, да? Но мне здесь всё равно больше показывают, что необходимо выбрать себя. Маг всегда выбирает, девочки, себя. Надо обнулиться срочно. И высшие силы показывают, что однозначно изменения идут. Вы уже прожили с этим человеком какой-то этап, цикл. Сто процентов. И теперь дальше будет зависеть всё от того, как вы будете себя позиционировать, допустим, при встрече с этим человеком. А встречи у вас реально могут быть. И причём запланированные этим человеком. Но нужно время. А время дорого. Поэтому не теряем, девочки, ни секундочки, ни минуточки. И берём этот тот жезлов, как говорится, где наше не пропадало. Вперёд к своим мечтам, к своей реализации, к своему счастью. Пока вы не счастны. А надо счастье. Срочно. Прям такое наставление. Срочно проходите эту трансформацию. Изменяйте всё вокруг, в себе, в пространстве. И, как говорится, дышите полной грудью и наслаждайтесь солнцем, голубым небом, даже теми облаками. Может быть, даже грозовыми тучами. Они очень тоже полезны, кстати. Если бы не было дождей, тогда бы у нас ничего не росло. Поэтому всё в жизни надо. Просто нужно этот момент понять, осознать и принять. И всё. И всё тогда встанет на свои места. Всё всегда всё нужно. Для чего-то. Для движения. Для развития. Вот так вот сегодня я, наверное, закончу расклад. Пишите, пожалуйста, в комментариях, насколько с вами резонирует, насколько с вами проигрывается. Благодарю, что вы со мной на моём канале. Желаю вам всем всё-таки просветления, счастья, освобождения от каких-то страхов, переживаний. И пусть в вашей душе будет светло и тепло. Всего доброго. До новых видео. Субтитры подогнал «Симон»